Вот есть у меня такой мой тревожный чемодан, в котором я хожу. Я не знаю, показывать его или нет, но здесь есть хомут. Я с этим хомутом хожу на всякий случай, вдруг я кого-то поймаю. Ну это конечно ненадежно, но может быть. А дальше идет все косметика. Ну как у девочки. В Симферополе у нас было представительство Международной ассоциации телохранителей, там у нас был полигон, там обучались люди. И в дальнейшем мы там разлетались уже по всему миру, работали в разных странах. Это мой автоматик. Его зовут Варечка. Я с ним первое время вообще не разлучалась. Есть у меня вот мой ЗСУшный броник, в котором я провела четыре дня. За четыре дня минус шесть килограмм на моем, не знаю, крупном или не крупном тельце. И после этого, поскольку муж меня не любит слишком худых девочек, он мне вот раздобыл вот такой вот, вот такой вот модный, красивый, в котором я сейчас гуляю по этому. Кстати, его зовут Игорь. Поэтому я еще не придумала название. Это я охранял УИФА, кубок, который в Киеве был. Это мы охраняли Океан Эльзы, Джоли Тернер, экс-вокалист группы Ди Пёрпл. То есть мы их охраняли. Охраняли группу Назарет. Ну, то есть такое, как бы очень много всего. Я в своей жизни такой, ну, яркий человек, творческий. Поэтому мне очень не хватает платьев, помады. Обнаглела я, сделав вот такие вот яркие ногти. Я, конечно, получаю много замечаний. Ну, ничего страшного. Я думаю, я переживу. 6 января мы подписываем контракт. Муж приехал домой и сказал, что мы идем служить в армию. Я уже твои документы подал. Мы сейчас едем к моему супругу, к моему будущему супругу. Фейсбук нам напомнил, что мы уже семь лет дружим. Пора эту уже дружбу переводить уже в что-то новое. А познакомились мы очень просто. Мой супруг занимался киакушином. Они устраивали всеукраинский чемпионат, и он меня там увидел, но как-то постеснялся подойти. Следующий чемпионат, в который я приехала, через полгода, и он уже решился подойти. Мы познакомились, и с того времени вот мы вместе. Все, знакомься, это ребята. Слава Украине! Был очередной турнир, я смотрю, там ходит девчонка какая-то там, что-то высматривает. Я думаю, ну, наверное, меня 100% ищет. А потом как-то я раз смотрю, нет. Думаю, ну, если судьба, то увидимся еще раз. И потом очередной турнир в Октябрьском. Смотрю, вот. Ну, значит, судьба. Ну, и сегодня уже как бы семь. Ну, Фейсбук пишет семь, я не знаю, может, больше уже. Видите, знает эту историю. После того, как я ему сделала два раза предложение, он сказал, что я не прошла проверку. Для него это все сложно. На самом деле не было таких предложений. Всему должно быть свое время. То есть мы там в разъездах, в разлетах, там, в каких-то... Ну, что это, что, проблема, что ли? Взяли кольцо от гранаты и самые счастливые. Ну, это да, это сегодня, да, от гранаты. В то время гранат не было и... В общем, когда я дождалась, что он мне сделал предложение, я полежала, подумала, переспала с этой мыслью и решила, что я не хочу. А он мне сказал, что он уже... Наверное, захочешь, скажешь. Он сказал, что, типа, я не передумал, поэтому я теперь подожду. Кто кольцо выбирал? Вон, на столе лежал. Где? Да вон, на твоем столе лежал. А, вот эти. Вот эти, представляешь? Я не знаю, тут столько всего лежит. Нет, она вот так открывается. Да вот так она. Ну, на, открой, я сейчас еще поломаю. Да ты же должен показывать. Ты же на мне женишься или я на тебе. То есть я принципиально остаюсь на своей фамилии. Вадим Анатольевич принципиально пометить свою женщину своей фамилией. Да ладно. О, уже нет. Вадим Анатольевич принципиально пометить свою фамилию. Вадим Анатольевич принципиально пометить свою фамилию. Субтитры делал DimaTorzok Ведь сегодня... Можно перебью. Меняем позиции. Показываем. ГИРКО! ГИРКО! ГИРКО!